Знаменитый немецкий писатель Отфрид Пройслер один из немногих в родной стране, кому удалось воплотить детские фантазии и мечты на страницах книг. Огромное количество сказок, которые за всю карьеру написал автор и сейчас радует детей со всего мира. В его произведениях встречаются самые разные герои, а каждая история подкреплена неким выводом, заставляющих маленьких читателей задумываться. Уже с юных лет Пройслер понял, чем хочет заниматься. Он мечтал стать писателем или художником. Первый опыт литературного написания случился с ним в 12 лет, когда учаясь в пятом классе, он написал свой первый рассказ, который затем опубликовали в местной газете. А в 15 он получил первый гонорар за художественные иллюстрации, опубликованный также в местной газете. После войны в 1949 году Пройслер устраивается работой местным корреспондентом, параллельно получая педагогическое образование. Именно в этот период он пробует писать рассказы для детской радиопередачи. В 1953 году, когда писатель начал работать преподавателем, в школе он часто рассказывал своим ученикам выдуманные им увлекательные истории, преимущественно сказки, желая успокоить разбушевавшихся детей. Ученики с большим интересом слушали эти рассказы, многие из них он перенес на бумагу. Друзья, читавшие эти истории, посоветовали ему опубликовать их. И в 1956 году Пройслер написал первую сказку «Маленький водяной». Однажды в семье мельничного водяного родился маленький водяной. Все были очень рады его появлению. Он рос очень быстро. Сначала он стал выплывать из спальни, потом освоил весь дом. Но вот пришло время, и ему захотелось выплыть наружу. Ведь там было столько интересного. Сказка Пройслера «Маленький водяной» показывает читателям, что даже очень непохожие друг на друга существа могут дружить, ценить и уважать друг друга. Она рассказывает историю малыша водяного в его необычных приключениях. Играх в прятки в лесных водорослях пруда, катании на водяной мельнице, поездке верхом на огромной рыбине, запугивании рыбака, который угрыжал своей удочкой обитателям водоема, сборе мусора, выбрасываемого людьми в воду. Маленький водяной был крайне любопытен и однажды познакомился с человеческими детьми, и даже успел с ними сдружиться. Мудрый Карп не советовал водяному знаться с людьми, называя их опасными. Но ребята смогли доказать обратное. Сказка про маленькое привидение, которое жило в сундуке старого замка. Оно любило ночами гулять по замку, рассматривать портреты на стенах и вспоминать разные истории из прошлого. Благодаря сказке Пройслера «Маленькое привидение» читатели узнают, что если ты попал в беду, то не зазорно попросить о помощи. В этой истории автор раскрывает тему дружбы, описывая, как добры и сострадательны могут быть люди. Согласитесь, что маловероятно было бы увидеть привидение на многолюдной улице посреди дня. Вот и маленькое привидение обитало в заброшенном замке, показываясь лишь ночью, но жаждало погулять и солнечным днем. Однажды его мечта сбылась, но обернулась кошмаром. Привидение превратилось в черное нечто, заплутав в городском подземелье. Спасти несчастного могут лишь верные друзья. Удастся ли маленькому привидению их найти? Эта история показывает читателям, что тот, кто совершает правильные поступки, проявляет щедрость, сострадание и заботу, непременно вознаграждается свыше. Остальные ведьмы не разрешали Бабе-Яге участвовать в Шамаш, считая ее слишком маленькой. Тогда маленькая Баба-Яга решила, что назло злым колдуньям будет совершать добрые дела. Ее жизнь изменилась. Она помогала людям, подружилась с детьми, заботилась о животных и стала такой искусной ведьмой, что смогла избавить мир от темных чар. История про то, как гном Херби привел к себе в дом друга Лешего. Леший всю жизнь прожил в лесу и ни разу не был в доме. Не знал, что такое печка, горячая каша и теплая постель. Вместо сладкой каши он привык обедать дырами природы. Мягкую постель ему заменяет прохладная земля. Даже вид обычной ложки вызывает недоумение. Сказка про двух друзей, которые решили поймать разбойника-грабителя, державшего в страхе все округу. Они придумали план, но разбойник их перехитрил и заманил их в ловушку, выбраться из которой им поможет только смекалка и смелость. Эта сказка учит читателей не унивать даже в сложных ситуациях. Помогать ближним, отстаивать справедливость и не оставлять преступников безнаказанными. Однажды в один солнечный денек происходит неожиданное происшествие. Похищена кофемолка, а бабушка Касперли найдена лежащей без сознания. Придя в себя, бабушка рассказывает невероятную новость. Кражу совершил никто иной, как знаменитый на все округу неуловимый и хитрый разбойник Хантенсплотс. И судьба бабушки на кофемолке находится в руках неутомимых выдумщиков и искателей приключения Касперля и его верного друга. Эта история приключилась на мельнице, которая была в глухом урочище. Однажды работники мельницы не угостили жареной щукой чудище водошлепа. И тот разгневался и стал все крушить у них на кухне. Сказка про доброго волшебника Пумхута. Однажды он попал на свадьбу у мельника. К столу подошли четверо голодных оборванных детей в надежде поесть, но мельник их прогнал. Благодаря сказке Пройслера, волшебник и нищие дети ребята узнают, что бывают с теми, кто жадничает и не хочет делиться. Эта добрая история научит быть отзывчивым, щедрым и доброжелательным. Пумхут, как и полагается настоящим волшебникам, носил широкополую шляпу. Он слыл добряком и оптимистом, старался помочь всем и каждому. Однажды Пумхуту довелось погулять на свадьбе, которую устраивал для своей дочери богатый мельник. Столы ломились от явства. Хозяин приглашал от обед всех желающих, но отказал бедным детям, назвав их оборванцами и прогнал. Пумхут не смог стерпеть такой несправедливости. Вам предстоит узнать, как он заставил мельника пожалеть о содеянном и исправить свою ошибку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok